Доброе утро. Второй рабочий день. Дожом Барк Ливер. Вот так начинаем. У меня здесь образовался кусок подмороженного мяса. Ну, вы видите, что Барк без труда справляется с этим куском. Вот так он режет пушкатом. И за счет толстого обуха и линзы нож просто проваливается, мясо расходится. Доброе утро. Второй рабочий день. Поехали. Итак, переходим к последнему этапу. Это крылья. Ну, конечно, для такого лома топора крылья это как слону дробина. Даже если он будет нож тупой, за счет геометрии он его просто расходит эту путь без всякого напряжения. Итак, впереди у меня 16 килограмм крыльев. Последний этап. После этого будет заключительное видео. И на этом данный репортаж будет окончен. Итак, переднее крылья. Смотрим заточку. После двух дней работы заточка не пострадала. Подходит к концу крылья. Ну, что ж. По мне так очень классный нож. И очень классно отработал. Никаких нареканий, замечаний. По данному ножу у меня нет. Ну, там, конечно, есть какие-то там... Ну, все говорят о том, что Барк Ривер какие-то косяки на ноже. Я перфекционизмом не страдаю. Меня интересует функционал. А все какие-то там, может быть, изменения в заточке, еще что-нибудь для меня это несущественно. И так, последнее крыло. Все. Итак, два дня работы. Линза мне очень понравилась в работе. Протираем клин. Берем бумажку. Вы сами все видели. В работе был нож Барк Ривер. Браво. Сталь на клинке. СПМ 3В. Заточка родная. Прямо с завода. Нож приехал сразу ко мне. В работе не был. Вот так он отработал. Я доволен. Всего доброго. До следующих встреч.